Всем привет! Меня зовут Фариша Князева, и я преподаватель по литературе в онлайн-школе Умскул. Я готовлю к ЕГЭ уже 6 лет, и за это время обучила 660-800 бальников. И сегодня я расскажу вам, как мне надо сдавать ЕГЭ, а точнее постараюсь проверить, позволяет ли мой опыт определить работы, написанные искусственным интеллектом. Главный герой нашего произведения на нейросеть ChatGPT, или предварительно обученный генеративный трансформер для построения чат-ботов. Как сам ChatGPT себя называет. За последние несколько месяцев он приобрел большую популярность. Его используют для генерации текстов разной сложности и имитации естественного языка. С его помощью ищут ответы на вопросы, пишут стихи, сочинения, а совсем недавно студент РГГУ смог написать дипломную работу с помощью ChatGPT и защитить ее наудовлетворительном. Вроде бы круто, да, но самому готовиться как-то надежнее. Тем более удовлетворительно не самая приятная оценка на ЕГЭ, когда каждый балл важен. Куда лучше, когда тебе помогает опытный человек, а еще лучше, когда это целая школа со всеми направлениями и предметами. Именно для успешной сдачи экзаменов в онлайн-школе Умскул есть мастер Рупа Нео. Это специальный курс, который поможет тебе разобрать всю теорию за оставшееся время, повторить и закрепить весь материал с помощью пробников и домашних заданий, и как итог, поднять твой результат с любого уровня до 80+. А при записи на курс сейчас можно получить свою скидку, а также поучаствовать в розыгрыше iPad, MacBook и других крутых призов. Так что переходите по ссылке в описании и участвуйте, и узнавайте про мастер Рупа Нео. Прежде чем переходить к ЕГЭ, давайте испытаем чат-бот небольшой разминки. Мне подготовили пару четверостишей, написанные классиками и чат-ботом. И моя задача угадать, какое четверостишее написано классиком, а какое четверостишее чат-ботом. Вы, кстати, тоже можете принимать участие и угадывать. Пишите свои мысли в комментариях. Итак, поехали, читаем первое четверостишее. Не бойся пройти этот путь, не прощайся совсем впустую, о будущем не забудь свое прошлое минуя. Интересное стихотворение. Но как-то оно слишком просто написано, не так много средств выразительности. В принципе, есть рифма отдаленно, не везде она соблюдается, но есть, есть, можно так сказать, перекрестная рифмовка используется. Поэтому что-то в этом есть. Смотрим дальше. В лицо мне веет ветер нежище. О, уже появляются у нас образы, очень яркие, красивые. На тучах алый блеск погас. И вновь, как верное прибежище, вступаю я вечерний час. Здесь совершенно другая картина, совершенно другие образы. Мы тут видим и сравнения, и метафоры, и эпитеты, и образ лирического героя. В целом, в стихотворении мы видим намного больше средств выразительности. Мы здесь видим образ лирического героя, и видим эпитеты, метафоры, сравнения. И это все позволяет судить нам о том, что это написал классик. А предыдущее стихотворение написано нейросетью, потому что оно намного проще. И тут намного меньше средств выразительности. Смотрим ответ. Первое написала нейросеть, а второе написал Валерий Брюсов. Отрывок из «Быть без людей». Что я требую доказать? Переходим к следующей паре четверостишей. Едва дойдя до пузырей земли, о которых я не могу говорить без волнения, я заметил, что она тоже волнуется и внимательно смотрит в окно. Интересно, интересно, здесь уже, мне кажется, немножко посложнее, потому что более сложные метафоры, но они здесь есть, что тоже, наверное, говорит о том, что это стихотворение написал классик. Давайте сразу посмотрим на второй отрывок, чтобы сравнить. Она была как будто из другого мира. Нежная, неповторимая красавица. При взгляде на ее улыбку играла лира. Она заставила мою душу расправиться. Если честно, второе четверостишее выглядит значительно слабее. Вот это особенно мне нравится нежная, неповторимая красавица. Так вообще очень редко в лирике напрямую что-то дается. Любое обожествление, любая идеализация образа выражается в основном через эпитеты, через метафоры, через сравнение. А тут просто нежная, неповторимая красавица. Мне кажется, как-то это очень просто для классика. Обратите внимание, что в первом четверостише у нас есть лирический герой, а во втором четверостише нет. Снова какая-то она, о которой идет повествование. Поэтому мне кажется, что первое стихотворение – это стихотворение классика, а второе – это стихотворение нейросети. Проверяем. Первый отрывок – это Александр Блок, отрывок из «Пришла она с мороза». Второй отрывок – это нейросеть. Подведем итоги. Я на самом деле вначале очень волновалась, когда разбирала эти стихотворения, боялась, что не смогу все-таки отличить нейросеть от классиков, но это оказалось не так сложно, потому что насмотренность и знания поэзии, и знания средств выразительности, особенности поэтики многих авторов, направлений и так далее позволяют судить, какое стихотворение написала нейросеть, а какое стихотворение написано классиком. Поэтому обращаем внимание на лирического героя, на средства выразительности, на рифмовку, на гармоничность самого стихотворения нейросеть, пока настолько хорошо писать не умеет. А сейчас переходим к основной части и проверим, имеет ли смысл вообще использовать нейросеть для написания сочинений. Сразу вам скажу – нет. Давайте смотреть. Мне дали два сочинения из ЕГЭ по литературе на одну и ту же тему. Почему взгляды Базарова и его нигилистические идеи не принимаются в доме братьев Кирсановых? Для того, чтобы это сочинение написать, нужно структурно в голове все поделить, потому что это большая работа, здесь обязательно должно быть ведение, основная часть заключения, и в основной части обязательно должен звучать четкий ответ на вопрос. То есть нельзя просто забросать фактами и таким образом набрать максимальные баллы. Нет, должен быть четкий ответ на вопрос с разных сторон и подкрепленный текстом. Я проверю эти сочинения по стандартным критериям, выставлю оценки и постараюсь определить, какое сочинение все-таки написал чат-бот. Итак, поехали. Давайте прочитаем полностью первое сочинение и дальше пройдемся по критериям и внимательно проанализируем. Евгений Васильевич Базаров, нигилист и главный герой романа «Отцы и дети» Тургенева. Базаров придерживается позиции, что люди должны проживать в гармонии и все должны быть равны перед законом. Сразу хочу обратить внимание на количество речевых ошибок, повторы неуместные, которые не надо использовать. Он призывает людей принимать ответственность за свои действия и признавать других как равных себе. Эти идеи не принимаются братьями Кирсановыми, поскольку они придерживаются представления о том, что люди должны быть подчинены и принимать правила, установленные их социальным положением. Знаете, складывается ощущение, что я читаю сочинения не по литературе, а по обществознанию. Какие-то социальные положения, какие-то стандарты, какие-то нормы. Нет ни каких-то литературных терминов, фрагментов, образов, деталей, которые как-либо подтверждали нашу мысль. Базаров придерживается позиции, что человек не должен придерживаться. Придерживается позиции, что человек не должен придерживаться. Это очень грубая речевая ошибка. Как мне кажется, за это сочинение, за речь уже можно смело ставить 0 баллов. Он считает, что человек должен жить для самого себя и не должен принимать. Вот еще одна речевая ошибка. Должен-должен, которая не подходит ему. Братья Кирсановы не могут принять эту идею, поскольку она не соответствует их представлениям о том, как должен вести себя человек. Обратите внимание, что здесь слова размышления около произведения, то есть по этому тексту нельзя понять, человек действительно читал это произведение и знает его хорошо, глубоко, на уровне анализа фрагментов, идей, проблем, деталей. Здесь больше говорится в общем о произведении, что не позволяет снизить о том, что человек читал этот текст. И в этом плане, конечно, здесь не хватает развития мысли, какого-то движения, какого-то пути, поэтому за это сочинение максимум в первом критерии за раскрытие темы можно получить 1 балл. Это в лучшем случае. Если говорить о привлечении текста для аргументации, я здесь не увидела вообще привлечения текста, когда человек опирается на конкретные фрагменты, микротемы, образы, детали. Да, конечно, он говорит о Базарове и братьях Кирсановых, но не показывает конкретные фрагменты, где это проявляется. Но при этом хочу отметить, что в этом критерии человек не допускает фактических ошибок, то есть нет каких-то грубых ошибок именно в фактической точности. А если говорить про опору на теоретико-театурные понятия, то термины здесь вообще не используются. Сразу чувствуется, что это сочинение писал не человек, который готовится к ЕГЭ по литературе, а ученик, который сдаёт какой-то технический предмет. Потому что здесь не используются средства выразительности, термины, инструменты, которые автор использует. Нет анализа произведения. Есть просто перечисление фактов, объяснение причинно-следственных связей, но на уровне обывателя, я бы сказала, не на уровне человека, который глубоко разбирает образы и анализирует произведения. Хочу похвалить ученика за четвёртый критерий – композиционная цельность, потому что здесь есть, по сути, видение, основная часть заключения. Но из-за того, что мысль не развивается, и мы постоянно топчемся на одном месте, здесь нельзя получить максимум за этот критерий. Человек максимум может получить за композиционную цельность от 1 до 2 баллов. Не больше. Что касается речевых норм, то тут очень много речевых ошибок, причём достаточно глупые речевые ошибки, касающиеся повторов, это тавтология, и из-за этого, конечно, 0 баллов. А что касается орфографии, пунктуации, грамматики, работа достаточно хорошо написана, и здесь можно поставить по 1 баллу. У меня есть ощущение, что эту работу писал не человек, а писала нейросеть. Давайте посмотрим вторую работу и сравним. В романе «Отцы и дети» Дургенев показал конфликт между поколениями. Базаров обладает своими взглядами на жизнь, которые не совпадают с позицией Кирсановых. Семья привыкла жить по принципам, нигилист же не собирается принимать их на веру. Герои воспитывались в разное время, поэтому мнение о привычных вещах у персонажей отличается. Рассмотрим, как раскрывается приведённая тема в этом произведении. Здесь уже чётко я слышу термины «тема», «роман», «образ». Сразу чувствуется, что человек больше вовлечён в контекст экзамена по литературе. Образ Базарова является символом новых взглядов молодого поколения в романе. На самом деле не совсем корректно называть образ символом. Символом может быть что-то, какое-то явление, но образ – это уже образ. Поэтому здесь скорее ошибка ученика. Обратите внимание, что в этом тексте есть чёткие тезисы, ответы на вопрос. Базаров является представителем молодого поколения. И дальше аргументируется, какие черты ему свойственны, какие фрагменты были связаны с тем, где он проявляется как молодое поколение. А не просто перечисление фактов, как в первом сочинении. Евгений отрицает любовь, объясняя её физиологически, а искусство, по его мнению, угроша медного не стоит. Обратите внимание, что в этом сочинении также используются цитаты. Сразу даются конкретные фрагменты, привлекается текст. Не только на уровне анализа, но и на уровне цитирования. Кирсановы, напротив, привыкли к аристократизму, культурной и светской жизни. Поэтому видят в гости неотёсанность и грубость. Вот выражение неотёсанность и грубость в данной стилистике не сочетается. То есть в этом стиле речи, в котором написан этот текст, слово «неотёсанность» неуместно. Это речевая ошибка. Павел Петрович не стал скрывать свою неприязнь, инициировав конфликт. Такое поведение только рассмешило Базарова. На уступке в споре он не шёл, так как единственным авторитетом для себя является он сам. Я нищих мнений не разделяю, я имею свои. Даже после вызова на дуэль, опять же, даётся конкретный эпизод, фрагмент. И сразу этот фрагмент подкрепляется анализом. Евгений не выразил никакого смятения и отнёсся к ситуации с иронией, добавив, что такие вещи остались в прошлом. Отношение к Базару Муварина сложилось неоднозначно. Если Павел Петрович даже не попытался понять позицию молодого человека, то Николай Петрович к этому стремился и был заинтересован в интересах подрастающего поколения. Ведь это помогло бы сблизиться ему с сыном. Автор использует антитезу. Вот, это опять же использование терминов, что подчёркивает, что сочинение писал человек, который хорошо разбирается в ЕГЭ по литературе. Противопоставляя нигилиста, мечтательному образу приятеля и его отца, Аркадий Сибористов, Базаров работал. У меня складывается впечатление, что так проанализировать и так всё расписать, именно факты, сведения, подкрепляя всё анализом, систематизируя, используя средства выразительности, используя анализ, цитаты, может только человек. Я сомневаюсь, что нейросеть на это способна. Поэтому мне кажется, что второй текст написан человеком, учеником. Да, это не суперидеальный текст. Да, он не на высокий балл, но он написан человеком. А первый текст написан нейросетью. Если говорить о втором тексте, то какие баллы здесь можно поставить? Как мне кажется, за соответствие сочинения теме и её раскрытия, в этом сочинении, в принципе, можно поставить максимальный балл. За привлечение текста для аргументации тоже можно поставить максимальный балл. Если далее говорить про теоретико-лициатурные понятия, то здесь тоже максимальный балл, потому что они используются. Они используются правильно и они используются для аргументации. Если говорить про композиционную цельность и логичность, здесь нет нарушений в логике, есть введение, основная часть и заключение, я бы тоже поставила максимальный балл. Но за речевые ошибки я бы здесь снизила баллы, поэтому работа не идеальна из-за речевых ошибок. Что касается орфографии, пунктуации и грамматики, здесь тоже ученик очень хорошо все расписал и раскрыл. Мне кажется, первое сочинение это сочинение нейросети, второе сочинение это сочинение ученика. Давайте проверять. А как вы думаете, напишите в комментариях. И да, первое сочинение действительно написала нейросеть, а второе сочинение написал ученик. Я очень рада, что все-таки мы смогли с вами определить, и сила человека все равно достаточно велика. И как человек, как ученик, нейросеть пока не способна писать сочинение и не способна сдавать ЭГЭ по литературе на максимальные баллы. Как мне кажется, то, что сейчас происходит с чатом GPT, это что-то великое и грандиозное. Я уверена, что в будущем нейросеть дойдет до новых навыков, особенностей и может многое осуществлять. Но на данном уровне нейросеть не способна анализировать произведения, приводить конкретные фрагменты, использовать теоретико-алитературные понятия именно в том правильном ключе, в котором это нужно для ЕГЭ. ЕГЭ настолько структурированный экзамен, настолько все четко и по полочкам, что нейросеть пока не во все алгоритмы успевает попасть. Но стоит отметить, что на английском языке нейросеть чат GPT работает гораздо лучше, а в России она на официальном уровне пока недоступна. Поэтому будем верить, что через много лет нейросеть станет лучше разговаривать на русском языке и, возможно, научиться писать сочинения. А пока готовимся сами, а я вам напоминаю, что можно записаться в мастер-жруппу, перейдя по ссылке в описании. Ставьте лайки, если досмотрели до конца, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!